Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленская в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Мы очень долго, упорно готовились. Мы посещали каждые тренировки, посетили. Продумали тактику. 30-е юбилейная спартакиада работников Смоленской АЭС. Лучший работник по охране труда. Мы оживляем эту территорию, привлекаем сюда активности сегодня велосипедистов. В этом парке Десногорска открыли новую велосипедную трассу. Мы уверены, что все выпускники 2019 года пройдут и преодолеют с честью это серьезное испытание. Атомщики поздравили выпускников школ с последним звонком. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленская АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 28 энергоблоков, в ремонте 8 блоков. Суммарная мощность 22212 мегаватт, суммарная выработка 83 611,8 миллионов киловатт-часов, что составляет 103,2% здания ФААС. О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 2-й и 3-й энергоблоки, нагрузка суммарная 2042 мегаватта. Первый блок находится в текущем ремонте с внутриреакторным контролем. 52-е сутки ремонта, работа в целом в графике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 27 дней мая составила 1 миллиард 168 миллионов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 7,1 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30-е юбилейная спартакиада работников Смоленской АЭС стартовала в Десногорске. Ее торжественное открытие состоялось 25 мая на стадионе «Атомтранс». С главным спортивным событием нашего «Атомграда» – открытием «Спартакиады-2019» участников праздника поздравили заместитель директора Смоленской станции Анатолий Терлецкий и председатель профсоюза Юрий Кузнецов. Поздравляю вас с очередным прекрасным спортивным праздником в нашем городе. Я уверен, что и в дальнейшем спартакиада будет развиваться. Все благодаря вам, вашему активному участию и вашим инициативам. Ежегодно в спартакиаде Смоленская АЭС принимает участие более полутора тысяч работников. В этом году будет разыграно 113 комплектов наград по 19 видам спорта. На станции сейчас благодаря руководству создается атмосфера, когда простые рабочие имеют право выезжать на соревнования различного уровня. У нас победители международных соревнований, всероссийские соревнования. Поэтому станция делает много для развития спорта не только в Десногорске, но и в России в целом. Сразу после торжественного открытия спартакиады прошли соревнования «Веселые старты». Их победителями стали спортсмены реакторного цеха. Второе место у команды «Безопасность». Третье место у сборной «Энергия». У нас была такая самая, я думаю, самая слаженная команда, хоть благодаря тому, что мы очень долго, упорно готовились. Мы посещали каждые тренировки, посетили, продумали тактику. Пришлось состязаться с довольно серьезными командами, которые были собраны не только из подразделений, а именно сборные каких-то цехов отдельных подразделений. А у нас команда чистая, скажем, все чистокровные реактеры, все болеют, переживают за свой цех. Благодаря, скажем так, нашему предварителю Сергею Валентиновичу Гунько, он мотивирует нас всем боевым духом, скажем так. Очень болеют, переживают, всегда рядом с нами находятся. Благодаря этому, всем вот этим моментам мы сегодня на пьедестале. В соревнованиях силачей по перетягиванию каната также развернулась нешуточная борьба. В результате серьезного противостояния команд победа досталась турбинному цеху. На втором месте – реакторный цех, на третьем – спортсмены электроцеха. Спортсмены – электроцеха. Спортсмены – Смоленская АЭС носит характер в части не только от здоровления персонала, но и в части того, что люди получают дополнительные положительные эмоции, приходят сюда своими женами, детьми, внуками. И очень приятно, что сегодня при перетягивании каната команда турбинного цеха заняла первое место. Большое спасибо всем, тем, кто принимал участие в данных соревнованиях. Огромное им спасибо. Они, по крайней мере, мне, как руководителю, принесли массу положительных эмоций. Впереди у наших спортсменов еще много интересных и увлекательных состязаний. Самые ближайшие пройдут уже 8 июня. Атомщики продемонстрируют свои навыки в спортивном ориентировании. 27 июня на Десногорском водохранилище состоятся соревнования по гребле на лодках «Дракон». Инженер отдела охраны труда Смоленская Светлана Калитина признана лучшим работником охраны труда концерна «Росэнергоатом» по итогам 2018 года. 24 мая на подведение итогов Дня охраны труда главный инженер Смоленской С Алексей Лещенко вручил ей почетную грамоту концерна. Высокого титула лучший работник охраны труда Светлана Калитина удостоена по результатам ежегодного общеконцерновского конкурса, который проводится в целях повышения безопасности труда и выявления лучших сотрудников в этой сфере деятельности. Это уже не первая победа смоленских атомщиков в конкурсе, что говорит о высоком уровне состояния охраны труда и техники безопасности на предприятии. В Десногорске открыли и опробовали новую трассу для велосипедистов. Маршрут по пересеченной местности для любителей двухколесного транспорта проложили в Атомпарке, где команда-победитель конкурса Агентства стратегических инициатив и Госкорпорации «Росатом» «100 городских лидеров» в соавторстве с жителями приступила к реализации проекта благоустройства. Победа команды Александра Новикова, Вячеслава Седункова, Антона Подкопаева и Дениса Куралесова во всероссийском конкурсе «100 городских лидеров» открыла возможности для воплощения в жизнь и инициативы по созданию новой зоны комфорта на берегу водохранилища. Территорию выбрали не случайно. Десногорцы давно высказывались о необходимости ее преобразования. 12 гектаров земли с живописным ландшафтом имеют большой потенциал для приложения усилий. Мы сегодня открываем здесь замечательную кроссбайк-велотропу вместе с нашим сообществом велосипедистов города Десногорска и их предводителем Дмитрием Якименко, за что ему отдельное огромное спасибо. Надеемся, что начало, положенное сегодня, станет долгим путем, хорошим путем развития вот этой территории, развития нашего атомпарка. Велопарад стал самым массовым в своей трехлетней истории. К нему присоединились более 80 десногорцев, продемонстрировав, что велосипед – отличный способ поддержания физической формы, инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе. 8 километров по микрорайонам от памятника «Ангел мира» до «Атомпарка» мимо всех достопримечательностей преодолели за 40 минут. Еще на 3 километра по новой экстремальной трассе отважились самые упорные. Остальные остались поболеть за друзей, принявших участие в соревнованиях или проходили полосу препятствий, организованную на территории молодыми атомщиками Смоленской АЭС. Без больших денег, без дополнительных вливаний мы оживляем эту территорию, привлекаем сюда активности. Сегодня велосипедистов, завтра у нас тут будут дни рождения, тут недавно у нас проходил экологический квест. И у нас еще масса идей, как сделать территории нашего города обитаемыми, интересными и привлекательными. К октябрю должен быть полностью готов проект благоустройства, просчитанный с точки зрения экономики и законодательства, наполнения новыми объектами и событиями, учитывающей потребности жителей. Кроме того, он должен заинтересовать инвесторов, которые найдут перспективным вложение средств в развитие Десногорского атомпарка. С 1 марта команда при поддержке агентства стратегических инициатив и госкорпорации «Росатом» проходит специализированное обучение, чтобы эффективно реализовать задуманное. В школах Десногорска прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку. На пороге нового этапа жизни, ответственного и важного, выпускников напутствовали руководители Смоленской АЭС, муниципалитета, предприятий города, депутаты городского совета и Смоленской областной думы. В этом году 11-й клад заканчивают 154 ученика школ Десногорска, 9-й – 247. В торжественной школьной форме с лентами через плечо выпускники гордо шли на праздник последнего звонка. Это одновременно и праздник, и время расставания со школой, которая на протяжении многих лет была для вас вторым домом. Дала необходимое знание, научила преодолевать трудности, подарила настоящих друзей. В этот день особое стало признание, мы говорим учителям, за то, что с их помощью наши дети открыли для себя удивительный мир, знаний, обрели бесценный жизненный опыт и познают тайны науки. Отдельные слова благодарности хочется выразить родителям, выпускникам. Пусть успехи детей станут вам наградой за любовь, заботу и терпение. Впереди у выпускников взрослая жизнь, и у каждого свои планы на будущее. Заместитель начальника управления информацией Смоленской АЭС Михаил Хоботов пожелал ребятам найти правильный путь в жизни и никогда не забывать своих друзей, учителей и родителей. Перед вами большой выбор, жизненный выбор. Я знаю, что некоторые из вас выберут и в будущем профессию атомщика и будут в дальнейшем работать на атомных станциях в России, в том числе и на Смоленской АЭС. Мы ждем этих выпускников в дальнейшем по окончанию вузов. Напутствуя выпускников от имени депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко, его помощник, директор Якимовической средней школы Владимир Андреев, подчеркнул, что главное в жизни оставаться порядочными, честными людьми, патриотами своего отечества, своего любимого города. Последние звонки отзвенели, но впереди у вчерашних школьников очень ответственный этап – государственная итоговая аттестация. Мы уверены, что все выпускники 2019 года пройдут и преодолеют с честью это серьезное испытание. Дорогие ребята, мы верим в вас! Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, которые пройдут 1 июня на площади около реабилитационно-оздоровительного и досугого центра Смоленской АЭС. В 10.00 торжественное открытие традиционного турнира по дворовому мини-футболу «Кожаный мяч». Далее спортивные эстафеты, конкурс рисунка на асфальте, мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков. В 12.00 конкурс караоке «Караолька Атомстар». В 12.00 также торжественное открытие фестиваля по баскетболу. В 13.00 начало игр приглашаем всех желающих поболеть за команды. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok